Дальше практически довольно сложно. Терема такая, что на самом деле подобную штуку можно сделать с любой НП-задачей. Непонятно абсолютно. Правда непонятно. Нет, дело в том, что... Нет. Она даже теоретически непонятна. Что такое любая НП-задача? Непонятно откуда это вообще... Что такое НП-задача? В каком смысле... Это называется теремой предельно. НП-задача заключается в том, что выполненность КНФ – это НП-задача. Непонятно? Нет, ну конечно. Родировать цвета – это детское развлечение, да? Нет, я могу в целом объяснить, как она идея наказывается. КНФ-задача должно быть основано на какой-то формализации того, что такое программа. Что-то машина тьюринга, или там какая-нибудь еще машина. Но, значит, идейно, как вообще устроено вычисление? Что вот в любой момент у вас есть какое-то состояние дамок, с которым вы производите вычисление. И есть, грубо говоря, там команда, которая в данный момент выполняется. И есть инструкция, соответственно, что делать дальше, да, то есть какую команду выполняется. Да, то есть можно считать, что команда из инструкции, что сделать с данными, и инструкции, какой команде дальше перейти. Да. Значит, это вот такой общий подход, всякий там цикл, условные переходы, это все... Машина тьюринга, да, это она. Да, ну, машина тьюринга, это тоже она и есть. Вот, при этом работа с данными производится локально. Да, то есть на самом деле за один шаг только какой-то маленький кусочек данных может поменяться. Ну, конкретная ячейка, да. Да, ну, в машине тьюринга, это конкретная ячейка, может быть, у вас записаны там какие-то натуральные числа, тогда они будут там есть как-то там сложены, умножены или еще как-то. Но в любом случае, да, там в программистных термах у вас там, скажем, за один шаг там не больше одной перемены не меняться. Да, в тех машин тьюринга не больше одной ячейки. Вот, соответственно, значит, важно, что вычисление локально. Ну, и, соответственно, потом, на следующем шаге, какая-то другая инструкция будет выполняться, которая тоже определяется текущей инструкцией и тем, что вы видели в данных. Вот. Соответственно, под вычислением можно понимать последовательность вот таких вот состояний данных вместе с выполняемым инструкцией. Так, ну, что это? Это понятно абсолютно. Нет, то, что такое компьютер, все понимают. Хорошо. У него там есть жесткий диск, у него там есть процессор, это все понимают. Есть последовательность актов вычислений. Хорошо. Вот, соответственно, у нас есть конкретная машина, вот, а вот ВР. Да, вот у нас была машина ВР. Я же тебя вот здесь. Тот самый верификатор. Да, тот самый верификатор и еще там был У. Значит, существует У такое, что ВР и ЦИР равняется единице. Вот, соответственно, можно сказать, что у нас Х лежит в 2. Тогда и только тогда, когда существует корректное вычисление именно вот на этой машине, которое начинается с данных вот именно этот Х и какой-то У и заканчивается ответом единицей. Да, это правда. Это тоже правда. Да, это понятно. Ну вот, дальше нужно вот это все аккуратно записать формулами, да. То есть тут, как бы, вот в этих данных есть там какие-то биты. И у нас будут переменные для каждого бита на каждом шаге вычислений. Вот. То есть вы вводите количество этих вот там П-шек и К-шек, это время вычисления... В квадрате. Почему в квадрате? Ну, потому что, ну, более-менее, потому что это зависит от точной формулизации, но в случае вашей тюрьмы, да, не больше, чем в квадрате, потому что, как бы, чтобы зайти в новую ячейку... Ну, сейчас там можно в их рецептинге, например, на К-шек и К-шек, а в квадрате можно еще на сколько-то. Потому что, чтобы залезть, как бы, чтобы завести новую переменную, нужен один шаг. А, ну, да, у нас, правда, есть лента, и мы вводим, как бы, столько этих лент, сколько шагов вычислений будет, и переменных вводим, ну, и на состояние тоже, правда? Ну, да. То есть и состояние нужно описывать этими переменными. Ну, да, в случае, в общем, в случае машины тюринга нужно там говорить, что написано на ленте, какое оно состояние, и куда показывать. Да. Ну, вот, вот это локальная информация, ее надо описать этими переменными, и дальше условие состоит в том, что в этом месте либо ничего не меняется, либо совершается правильный шаг машины тюринга. Ну, да, тогда правда, конечно. Но это уже неинтересно, это уже, действительно, зависит от кодировки, и... Мне кажется, что больше не нужно, потому что, если вы знаете, что это машины тюринга, то вы уже поняли. Если вы не знаете, все равно без толку, и вам нужно просто и узнавать, что это машины тюринга. Нет, ну, даже там машины тюринга не обязательно, но главное, что вычисление локальное, да, что меняется только в каком-то одном месте. Не нужно записать, что во всех местах не поменялось, кроме того, где должно было, а там, где должно было, поменялось, как-то можно по программе. И так для всех шагов. Да, в принципе, вот КНФ состоит из многих условий, что, во-первых, самоначально написано то, что нужно. Да, что самоначально написано X и какой-то Y там. Ну да, и в конце написано то, что нужно. В конце написано ответ «Да», а по дороге все вычисления по программе. М-м-м.